Здравствуйте, друзья! Это программа «Лучший город Земли». Меня зовут Дмитрий Шакин. И сегодня у нас будет очень интересная тема. Поговорим о первых городских телефонах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Телефонной станции стали 274 человека. И, разумеется, тут же появилась новая профессия – телефонная барышня. Работу первых телефонисток назвать лёгкой никак нельзя. Им нужно было знать наизусть фамилии, имена, адреса и даже род занятий абонентов. Но чтобы ничего не перепутать. От телефонистки требовались приличные манеры, хорошая дикция и отсутствие мужа. Считалось, что иначе она может разболтать мужу под слушанные разговоры. Ведь для того, чтобы определить момент окончания разговора, телефонистки были вынуждены прослушивать все телефонные соединения. Устроиться на работу на телефонную станцию было не так-то просто. На работу принимали только девушек ростом не менее 155 сантиметров и с размахом рук не менее 154 сантиметров. В январе 1909 года ежедневная газета «Дальний Восток» поместила небольшую заметку о том, что контрагент города Эриксон выслал из Стокгольма через Гамбург в Владивосток 250 телефонных аппаратов, выписанных городом для расширения телефонной сети. Аппараты скоро ожидаются здесь, и таким образом недостатка на телефоны для частных абонентов не будет, и все требования будут выполнены. 1 апреля 1912 года в Владивостоке появился первый телефонный справочник. На титульном листе было напечатано важное замечание, текст которого гласил «Во время грозы телефонное действие прекращается». В 20-е годы в Владивостоке особой популярностью пользовались телефонограммы – сообщения, передаваемые по телефону, которые затем печатались на бланке телефонной станции и доставлялись адресату почтальонам. В 1928 году в городе появились первые телефонные автоматы и инструкции по их пользованию. Каждый, желающий говорить по телефону, должен был предварительно запастись серебряным гривенником и держать его в руке на готове ждать ответ телефонистке «Опустите монету». С тех пор, как вы понимаете, очень многое изменилось, и наши сегодняшние телефоны показались бы тем жителям Владивостока настоящей фантастикой и чем-то абсолютно невероятным. А на сегодня, пожалуй, все. До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok